Добрый день, уважаемый президиум, уважаемые коллеги. Хотелось бы поделиться своим опытом тестирования пациентов на FGFR-мутации при раке мочевого пузыря. Мы знаем с вами, что мышечный инвазивный рак мочевого пузыря – это гетерогенное заболевание, которое имеет высоко варьирующие клинические исходы и ответы на традиционные схемы лечения. Использование традиционной химиотерапии, а также новых ингибиторов иммунных точек, направленных на белок программированной гибели и его леганда, в настоящий момент не привели к высокому успеху в лечении рака мочевого пузыря. Одним из возможных вариантов успешного лечения в сегодняшний день рассматриваются ингибиторы рецептов FGFR-рецепторов. Они собой представляют трансмембранные рецепторы тирозинкиназа, состоящие из внеклеточных доменов иммуноглобулина, а также одного проходного трансмембранного домена и внутриклеточного расщепленного домена киназа. На сегодняшний день выделено всего 5 типов FGFR-рецепторов, но патогенетическими и патогенетическими являются это с первого по четвертый. Каждый из них вносит вклад в развитие какой-то особой локализации опухоли. Для рака мочевого пузыря являются патологичными FGFR-3. Известно 22 фактора роста фибробластов человека, 18 из которых секретируются и взаимодействуют с FGFR-рецепторами и запускается как митогенез, ангиогенез и клеточная дифференциация. Если мы вообще обратимся к вариациям FGFR-аберации при раке мочевого пузыря, то порядка 85 абераций составляются при папиллярных уротелиальных наобразованиях с низким злокачественным потенциалом. 70-80% опухолей имеют стадию Т1, а 40-70% имеют стадию Т1. Всего лишь 12-15% имеются аберации при мышечно-инвазивном раке мочевого пузыря. Если мы с вами посмотрим и попытаемся проанализировать виды стратификации рака мочевого пузыря, то наибольшая встречаемость FGFR-3 аберации встречается при люминальном папиллярном подтипе рака мочевого пузыря. Из них 66 изменений гена FGFR связаны с амплификацией, 26% изменений связаны с мутацией, 8% изменений гена FGFR связаны с перестройкой. И 2 или 6% изменений могут присутствовать при мышечно-инвазивном раке мочевого пузыря и могут быть путем генерации слитных белков. Порядка 80% всех мутаций приходится на 2 самых основных мутации, это 375 и 249. Они демонстрируют сильную связь с низкой степенью злокаченности и стадии опухолевого процесса. Всего за свою практику мы протестировали 98 пациентов с метастатическим урталиальным раком лоханки, мочеточников и мочевого пузыря. Распределение по нозологиям составило так, что 88 пациентов были с злокачественным образованием мочевого пузыря, 4 пациента с злокачественным образованием мочеточников и 6 пациентов с злокачественным образованием лоханки. Пациенты были протестированы и выявлены в GFR-мутации у 13,3%. Если мы с вами посмотрим вариабельность выявления мутации в зависимости от представленного морфологического материала, то у 9 пациентов первичной опухоли являлись материалы после трансуртральной резекции либо радикальной циспростатектомии. У 2 пациентов FGFR-мутации выявились при метастазно-правленной терапии и удалении метастазов из легкого. У одной пациентки имелось мягкотканное поражение большеберцовой кости, причем у этой пациентки еще была метахромная опухоль, первичная опухоль, это рак молочной железы, причем мы знаем, что FGFR-мутация может быть и при люминальном раке молочной железы. У одного пациента был материал из лимфатического узла, в котором тоже была подтверждена FGFR-мутация. Вообще материал был разнообразный, от первичной опухоли в мочевом пузыре мы даже исследовали метастаз из головного мозга, но из головного мозга пришел отрицательный результат. Если мы посмотрим по частоте мутации, то 92% пациентов это была точечная аберрация гена FGFR-3, которая была представлена в 7-м и 10-м экзонах. И всего лишь у одного пациента была транслокация гена FGFR-3. На сегодняшний день у нас есть возможность тестировать через программу РУСК на сайте канцергеном, но единственное, что необходимо, это правильно подобрать морфологический материал. Как вы видите, что не подходят для тестирования крайне малые опухолевые массы, и они не представляются возможными протестировать. А тестированию подвергаются опухолевым материалам, которые содержат опухоли 1 см кубический. Благодарю за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ